Ну что ж, дамы и господа, я всех приветствую. Сегодня у меня распаковка и первое впечатление от смартфона Xiaomi Mi 9T Pro. Но, конечно же, как всегда, перед тем, как делать распаковку, я расскажу небольшую предысторию. У меня в основном использование вот такой вот аппарат. Это Xiaomi Mi 9. Он меня полностью устраивает, он шикарный, у него отличные характеристики. И, в принципе, у него практически все круто, кроме единственного момента, это то, что он не такой автономный, как мой Mi 9T. Если кто не в курсе, то я пользуюсь в качестве второго основного смартфона Xiaomi Mi 9T. Он меня тоже полностью устраивает, ну, за исключением того, что у него нет беспроводной зарядки. И, в общем-то, в остальном, периодически у него там глючил сканер отпечатка, но сейчас поправили и все работает корректно. В любом случае, эти аппараты, я считаю, лучшими сейчас у Xiaomi, которые есть на рынке. У этого аппарата есть китайский клон, это Redmi K20. У Mi 9T Pro Redmi K20 Pro, соответственно. Сегодня распакую, расскажу вам о своих первых впечатлениях. Расскажу о том, стоит ли вообще покупать этот смартфон по соотношению цены и, конечно, тех характеристик, которые предлагает Xiaomi. Потому что этот смартфон не дешевый. И, в общем-то, некоторые задумываются, купить Mi 9 или купить Mi 9T Pro. Сегодня попробуем в этом разобраться. Ну и, конечно же, не забывайте, что у меня на втором канале выходят различные сравнения. В том числе, Mi 9T Pro я буду сравнивать и с Mi 9T детально, близко, и также с Mi 9. Версии есть разные. Я заказал версию 6128, но есть версия чуть-чуть подешевле, 664. Gearbest прислал запакованный совершенно прекрасно смартфон. В принципе, по дизайну, по всему остальному, по расцветкам, это точно такой же смартфон, как Xiaomi Mi 9T. Если вы задумываетесь сэкономить, то я бы рекомендовал посмотреть на Redmi K20 Pro. Это точно такой же смартфон, но единственное, что его придется либо прошить самостоятельно, разблокировав загрузчик, либо найти продавца на Алиэкспрессе, который будет уже все это подготовить вам и который будет продавать уже готовые смартфоны, прошитые на глобальную версию прошивки. Так что тут уж смотрите сами, как вам удобнее и выгоднее. Сэкономить можно порядка 30-40 долларов на телефоне. Хотя телефоны по железу идентичные. Просто это как бы глобальная версия официально этого аппарата на международный рынок. Смартфон у нас в синем цвете, собственно говоря, точно так же, как и мой Mi 9T. Выглядит Mi 9T. Я даже сейчас сниму чехол для того, чтобы их максимально наглядно сравнить вместе. Выглядит мой Mi 9T вот таким образом. Вау, ничего себе, даже язычок добавили, чтобы можно было вытащить смартфон. Ну и Mi 9T Pro выглядит вот таким вот образом. То есть, сами понимаете, что если они будут находиться рядом, ну вы их, судя по всему, не отличите. Они просто идентичные. По поводу чехла, который идет в комплекте. Тот чехол, который шел с Mi 9T, мне понравился. Он был хорош. Единственный момент, что он чуть-чуть был марки. И он очень хорошо воспринимает на себя всякие царапины. Поэтому, если вам нужен чехол, который будет противостоять хорошо всяким там царапинам, ключам, то родной чехол это не вариант. Здесь точно такой же чехол. Он очень приятный на ощупь. Я 100% уверен, что если вы будете пользоваться этим чехлом, вы получите удовольствие. Но, опять-таки, он по практичности уступает тем чехлам, которые вы можете купить отдельно. Уже сейчас я вижу, что нам доступны сети как 2,4 ГГц, так и 5 ГГц. Это говорит о том, что модуль Wi-Fi здесь, скорее всего, идентичный. Очень мне нравится телефон этот тем, что он безрамочный. И когда жена увидела, что я себе купил Mi 9T, она загорелась этим смартфоном. Ну, потому что она пользуется Mi 9 SE. И у него есть такая капелька вверху. Ну, и тем более здесь дисплей больше. Поэтому я так подозреваю, что со временем либо я отдам ей свой Mi 9T, либо куплю ей Mi 9T Pro. Для того, чтобы она получала больше удовольствия от использования. Потому что он действительно максимально безрамочный на данный момент. Максимально заряженный, особенно если говорить про Mi 9T Pro. По умолчанию у нас доступно всего лишь 2 темы. К сожалению, черной темы здесь нет. Только классическая и традиционная. Достаточно быстрый в настройке, достаточно простой. Все как и на других аппаратах. В комплекте мы получаем кабель USB-C и USB. В принципе, традиционный хороший качественный кабель. И зарядка, которая должна поддерживать у нас как минимум Qualcomm Quick Charge 3.0. Вот это вечная проблема, что зарядки с трудом вытаскиваются. Да, эта зарядка у нас поддерживает Quick Charge 3.0. Но сам аппарат поддерживает Quick Charge 4.0. Поэтому, если вам необходима самая новая, самая безопасная, быстрая зарядка. То я бы рекомендовал купить отдельный адаптер. Я пользуюсь для зарядки вот таким вот адаптером. От компании Beisus. Выглядит таким образом. Здесь у нас Quick Charge 4.0 поддерживается и на USB порту, и на USB-C порту. В общем-то, я ею доволен. Помимо того, что она имеет всего лишь возможность заряжать одним портом, только Quick Charge 4.0. То, в общем-то, это, наверное, единственный недостаток. Все остальное, это сплошные преимущества. Она не перегревается, она быстро заряжает. И стоит она, в принципе, уже сейчас достаточно доступных денег. Поэтому могу рекомендовать. У меня на канале был ее небольшой обзор, там распаковка. Теперь по поводу дисплея. Здесь у нас AMOLED точно так же, как и на Mi 9T. Он яркий, сочный. Я уже вижу, что краски действительно великолепные. То есть, просто получаешь удовольствие от использования такого смартфона. Максимальная яркость просто шикарная. Давайте, кстати, сразу сравним с максимальной яркостью на Mi 9T. Темный режим установлен. Я снимаю, потому что в противном случае не сможем их корректно сравнить. Здесь у меня сейчас установлено защитное стекло. Поэтому чуть-чуть дисплей может быть более тусклым. Но я вижу, что разницы практически нет. И я вижу, что дисплеи и по цветопередаче одинаковые. Он пришел на прошивки Mi. Это полноценная международная версия прошивки 10.3.1.0. Из 128 гигов нам доступно 115 из коробки. То есть, никакие приложения не установлены, кроме стоковых. 9-ый Android. Судя по всему, на него уже есть какая-то обнова. Потому что обычно такое происходит, когда получаешь новый аппарат. Оба аппарата работают с Band 20. Поэтому, если для вас это важно, этот аппарат будет ловить прекрасно в любой стране мира. И с любым оператором. Потому что очень многие реально зацепились за этот Band 20. И если в смартфоне нет этой частоты, поддержки этой частоты, то у них проблемы с 4G. Здесь никаких проблем не будет. Важный момент, что Quick Charge не все это знают. Quick Charge 4.0 бывает двух версий. Первая версия. Это версия, которая 18-ваттная. Она, по сути, от Quick Charge 4.0 ничем не отличается. Только немножко изменился алгоритм зарядки. И она стала буквально на какие-то доли, там, минут быстрее. И она стала безопаснее. То есть, распределение тока напряжения стало другим. То есть, Quick Charge 4.0 в базе. Это практически точно такая же зарядка, как и 3.0. Только более лучшая, безопасная, технологичная. Есть второе поколение Quick Charge 4.0, которое уже 27-ваттное. Так вот, Mi 9T Pro поддерживает второе поколение, которое максимально мощное. И есть специальные зарядки у Xiaomi. Правда, они только, по-моему, с китайскими вилками. Я себе такую купил. Если кто-то не в курсе, у меня здесь на канале есть видео. Я купил себе беспроводную зарядку Xiaomi 20-ваттную. И вот такой вот адаптер, еще дополнительно 27-ваттный. Этот адаптер позволяет максимально быстро заряжать смартфон Quick Charge 4.0. То есть, если вы хотите ощутить новую скорость зарядки, то лучше все-таки покупать отдельно блочок. Потому что этот комплектный, он вам ничего не даст. Вы не поймете, насколько этот смартфон может быстро заряжаться. Опять-таки, батарейка 4000 мАч. Все мы привыкли к этой емкости. Ничем здесь нас не удивишь. Но если вы, допустим, постоянно нуждаетесь в быстрой подзарядке, то я так подозреваю, что вам придется прикупить отдельно адаптер, о котором я говорил выше. Здесь у нас также поддерживается OTG. Так как USB Type-C, то OTG адаптер придется купить соответствующий. Конечно же, в комплекте его не кладут. Что дает OTG? Ну, вы можете подключать клавиатуры, мышки, SSD, всякие внешние накопители. Причем с довольно большой скоростью передавать данные. Насколько я знаю, USB 2.0 поддерживается. Так как USB Type-C здесь первого поколения. В Bluetooth 5.0, так же как и в Mi 9T, Bluetooth 5.0 поддерживается Low Energy и поддерживает APTX и APTX HD. Я себе купил отдельно вот такую вот штуковинку. Это такой специальный приемник-передатчик, который позволяет принимать сигнал в APTX HD и преобразовывать его на наушники, например. Очень классный девайс, очень высокое качество звучания получается. Поэтому вот с такими современными смартфонами рекомендую вот такую корабульку. Она легкая, компактная. Подойдет как и элемент интерьера, так и просто кинуть в карман. Она на аккумуляторе. Можно спокойно таскать с собой. Очень высокое качество звучания. Маловажный факт, некоторые, наверное, не в курсе, что Xiaomi Mi 9T это первый аппарат, который стал снабжаться из таких нетоповых решений. Стал снабжаться у Xiaomi, насколько я знаю. Опять-таки, можете поправить меня в комментариях. Если я вообще в чем-то ошибся, пишите об этом в комментариях. Будет полезно мне что-либо узнать и в чем-то себя исправить. Так вот, это первый аппарат, который стал поддерживать Hi-Res Audio. То есть, здесь у нас есть поддержка полноценная. 24 бита на 192 кГц. Что это дает? Это дает то, что в наушниках, а кстати, здесь порт не стали выпиливать. Это огромный плюс этого смартфона. В наушниках звук получается просто бомбезный. И на самом деле, я получаю удовольствие от использования этого смартфона. Я сейчас говорю про Mi 9T, но имею в виду и Mi 9T Pro, потому что здесь точно такой же аудиочип установлен. По поводу расцветки, она немножко необычная, непривычная. Кому-то может и не понравится. Но в любом случае, тут уж дело вкуса. Такие сейчас стали делать смартфоны. По поводу удобства. Это реально удобный смартфон. Я сколько уже, наверное, месяца два хожу с Mi 9T. И это точно такой же по габаритам смартфон. Если вы, допустим, купили Mi 9T и хотите купить себе Mi 9T Pro. И вы накупили всяких аксессуаров, там чехлы всякие, там стекла дополнительно. То все это подходит и на эту модель. Потому что они идентичны по размеру. Также это стоит учитывать, если вы еще не покупали какие-то аксессуары. И вот планируете купить. И, например, вы увидели, что там на Алиэкспрессе чехол, который вам понравился, подходит на Redmi K20, Redmi K20 Pro. Не переживайте, этот чехол, это стекло подойдет и на этот аппарат. Теперь важный момент и, наверное, отличительная особенность этого смартфона от других в этой ценовой категории. Это то, что здесь используется очень хороший модуль селфи. Модуль селфи здесь у нас спрятан, так как элемент вверху у нас уже безрамочный максимально. Так же, как и в Mi 9T вверху. Этот модуль у нас, мне подписчики подсказали, я честно не знал этой информации. Он у нас рассчитан, по-моему, на 300 тысяч открытий-закрытий. Следовательно, можете играться, сколько влезет. Он не скоро сломается. Я, честно скажу, этот модуль проверял и на море, то есть там, где песок, на пляже. И я за все это время никаких проблем не испытал. Ничего там не хрустит, ничего не забилось. И фотки делал на пляже. То есть, может повезло, но в любом случае, конструкция нормальная. Лучше все-таки беречь, но конструкция очень мощная. Даже бывало такое, что я что-то там делал, камеру запустил эту. И как-то пальцем настолько сильный почувствовал толчок по пальцу, что понял, что здесь установлен очень мощный, хороший двигатель. Поэтому думаю, что прослужит он очень-очень долго. Во всяком случае, у меня пока служит прекрасно. 20-мегапиксельная камера дает то, что у вас получаются просто восхитительные снимки селфи. Особенно при такой не очень хорошей освещенности. Понятное дело, что это не селфи-камерафон. Потому что тот же, я не знаю, там Redmi, вернее Mi A3 делает, как мне показалось, селфи чуть более детальными. Но тут уж дело вкуса. Давайте я вам покажу, какие фотки он делает. И отдельно есть режим 48 мегапикселей, в котором может работать основной модуль камеры. То есть вот этот. Здесь сейчас еще есть куча всяких настроек. То есть можно улучшить там разные снимки, улучшить цвет лица, сделать большие глаза, нос подправить, губы, всякое такое. То есть настроек здесь просто тьма. И в самой камере здесь тоже куча всяких настроек. Там можно облака убрать, да куча всего они сделали. Поэтому это очень заряженный смартфон для тех, кто реально любит фотографировать. И для тех, кто хочет получать высококачественные снимки не только там для социальных сетей. Ну и вообще, допустим, с кем-то делиться этими снимками, сохранять на память, даже распечатывать. Я увеличивал снимки с селфи-камеры, я увеличивал снимки с основной камеры. И я получал, ну я был в шоке. Потому что снимки получаются в высоченном разрешении, очень детальные. А если освещение хорошее, то просто бомба. Ты даже иногда думаешь, неужели такое может снять смартфон. Думаешь, наверное, снято на зеркалку. Ну и дополнительно снимок. Сейчас покажу вам, в каком разрешении получаются снимки. Вот посмотрите, здесь у меня сейчас свет контровой. То есть видно, что бьет из окна свет и еще светит сверху, то есть на макушку. И вот посмотрите, камера, конечно, этого не передаст. Я приложу этот снимок сюда. И вы увидите, как все дело выглядит. Очень хорошая резкость, очень хорошо сфокусирован. То есть шикарный просто снимок селфи, с которым можно поработать, как-то его обработать. И не навредить саму снимку. И потом выложить в социальные сети. Ну и основной модуль здесь точно такой же, как и на Mi 9T. 48 мегапикселей, 8 мегапикселей и 13 мегапикселей. Конечно, все эти модули, между ними можно переключаться прямо здесь в приложении. То есть вы можете, допустим, ширик включить, сверхширокоугольный объектив. Он действительно восхитительный. Есть фокусировка по тапу. И сам он фокусируется очень хорошо. В отличие от тройной камеры Xiaomi Mi A3, которым я сейчас пользуюсь. Очень классный смартфон Mi A3. Вот, кстати, он. Я сегодня делал на него тесты, разные снимки, тестировал. Не знаю, когда выйдет на него хоть какое-то видео. Но здесь вот широкоугольный объектив очень слабенький. 2 мегапикселя всего лишь. Поэтому не стоит иногда кидаться на вот 3 камеры. Но здесь 3 камеры реально оправданы. Они реально очень крутые. То есть каждый модуль отрабатывает просто отменно. Что немаловажно, я с этим аппаратом, то есть Mi 9T, ну и с такой же камерой Mi 9T Pro, в принципе. Я был в некоторых поездках с женой. И очень удобно. Нам понравилось, что можно переключаться между этими модулями. И в любой обстановке, где бы ты ни оказался, ты можешь сделать крутой снимок. Единственное, что на модуле с телеобъективом получается достаточно сильный зум. И очень важно сделать качественную фотографию, чтобы эта тряска не передалась на снимок и не было смаза. То есть вот это единственный момент. Который меня немножко, ну сначала удивил. И потом просто нужно к этому привыкнуть. Как и любой фотограф, к любой камере должен привыкнуть. Узнать ее нюансы. Здесь действительно снимки получаются высококачественные. Я снимки с этого аппарата покажу вам. И вы увидите, что это просто бомба. Это действительно очень интересный аппарат для тех, кто любит путешествовать. Любит снимать на смартфон. И имея сейчас на данный момент камерафон, если вы хотите заменить свой смартфон на смартфон с хорошими камерами, я бы в принципе рекомендовал. Потому что я получаю удовольствие от процесса съемки и фото и видео на этот аппарат. Кстати, раз уже заговорили о видео, вот смотрите, у нас в зависимости от модуля есть разные режимы съемки. То есть если мы снимаем на основной модуль, то у нас здесь доступно больше режимов съемки. Вот настройки. И вот здесь мы можем заметить, что есть у нас 4К 30 кадров. Также 4К 60 кадров. Кстати, это отличие этого аппарата от Xiaomi Mi 9T. Здесь у нас доступно только Full HD 60 кадров. Full HD, по-моему, здесь у нас доступно еще 120 или 240. Но это только в slow motion. Там без звука, понятное дело. А также у нас здесь доступно 4К 30 кадров. А вот в Pro версии уже 4К 60 кадров. Это точно так же, как и в Mi 9. Что это дает? Ну, во-первых, вы снимаете в высоченном разрешении, в 4 раза больше, чем Full HD. Снимаете с высоченной плавностью. Сейчас продемонстрирую, как это выглядит. Вот, посмотрите, какая плавность картинки. То есть вы это все 100% можете видеть. И картинка получается стабильная. То есть вы можете ее где-то даже замедлить, как-то с ней поработать. Поэтому от себя скажу, что если вы выбираете камерофон, еще раз повторюсь, то этот аппарат вам даст больше возможностей, чем тот же Mi 9T. Он даст возможности по камере точно такие же практически, как и Mi 9. Хотя у Mi 9 в некоторых ситуациях он показывал более крутые снимки, более крутые результаты, особенно в темное время суток, чем Mi 9T. Так что, в принципе, по камерам похоже, но отличаются вот в каких-то нюансах. Возможно, кстати, после обновления в Mi 9T и добавили. Вот видно, что ничего не добавили. То есть 4К 30 кадров доступно только. Ну и Full HD 30 и 60 кадров. Поэтому, если для вас это важно, некоторые, конечно, будут смеяться и говорить, да зачем в мобильном телефоне 4К. Ребят, ну те, кому это нужно, они знают, зачем им это нужно. И, в общем-то, нет смысла спорить. Кому-то вообще камера в телефоне не нужна. Им нужен просто мощный аппарат, который будет запускать мощные тяжелые игрушки, приложения и так далее. Они вообще камерами не пользуются. А кто-то вообще пользуется только социальными сетями. То есть у каждого свои задачи. Ну и крутого это то, что здесь у нас сразу из коробки 9 Android. В принципе, другого и быть не может и не должно. Но до сих пор некоторые производители устанавливают 8 и там 8.1 Android на свои аппараты с последующим периодическим обновлением до 9. Здесь 100%, я больше чем уверен, в ближайшее время прилетит десятка. Ну просто потому, что это топовый смартфон. Кстати, чем он крут по сравнению с Mi 9, это тем, что у него более мощная батарейка. Но, насколько я знаю, у него нет беспроводной зарядки. Кстати, давайте я это сейчас проверю. Да, беспроводной зарядки у него нет. Ничего у меня не запустилось. Ну, в общем-то, то есть, если вам нужно иметь беспроводную зарядку, то вам придется купить Mi 9. Потому что на данный момент это самый мощный по зарядке смартфон. У него самые новые, самые мощные протоколы по передаче энергии на аккумулятор поддерживаются. Mi 9T Pro выпущен вот сейчас, недавно совсем в августе он был презентован. И в сентябре он начал активно продаваться, но не на всех площадках он был. И вот сейчас уже его можно купить и на Алиэкспрессе, и на Гербесте. Я заказывал на Гербесте просто потому, что там была самая низкая цена. И доставка в мою страну там дешевле. Ускоренная DHL доставка дешевле. Поэтому, собственно говоря, выбор пал на Гербест. К тому же я имею периодически там разные купоны, о которых я рассказываю в группе ВКонтакте. Кто не в курсе, заходите в группу ВКонтакте. Ссылка на нее в описании. Я там публикую купоны на различные скидки, на какие-то товары. Поэтому вы можете всегда тоже экономить. Также пользуйтесь двумя кэшбэками, если будете покупать такой телефон в Китае. Но, как всегда, я даю совет. Придите в магазин и пощупайте. Даже если вы хотите купить в Китае телефон, придите в магазин, пощупайте, как он вам. И только после этого уже совершайте покупку. Потому что, посмотрев обзор, вы можете понять только, скажем так, с одной колокольни. Одно мнение, одно впечатление. Мое личное впечатление от этого аппарата достойное. Я вижу, что он шустрый, он шикарно запускает все приложения. Во всяком случае, пока что никаких тормозов. Он действительно даже чуть-чуть более плавно работает, чем Mi 9T, как мне показалось. Но заслуга здесь не просто там оболочки или там того, что это более новый смартфон. А заслуга того, что здесь используется более мощное железо. Здесь используется уже процессор, который установлен в Mi 9. Это 855 Snapdragon. Он 7 нанометровый, то есть он более энергоэффективный. Он меньше расходует заряда от аккумулятора, но при этом он более мощный. Намного более мощный. Вы спросите, хватает ли мне Mi 9T? Мне его хватает в большинстве задач. То есть нет такого, что я бы хотел его сменить на 9T Pro. Вот прямо кровь из носа. Нет. Но если была бы такая возможность, я бы с удовольствием сменил его на Mi 9T Pro. Потому что здесь более шустрый интерфейс. Это заметно даже вот по первым таким впечатлениям. Это будет заметно по сохранению фотографий, обработке фотографий, запуску множества приложений. Особенно если вы будете использовать версию с 8 гигами оперативной памяти. Потому что здесь у меня 6 гигов, здесь тоже 6 гигов. Естественно, разница не такая большая. Кстати, оперативка здесь очень быстрая в обеих моделях аппаратов. И еще важный момент. Это то, что у нас смартфон прикрыт Gorilla Glass 5 поколения. Что спереди, что сзади. Используется металлическая рамка. Но я бы рекомендовал использовать для этого смартфона защитные средства. Будь то гидрогель пленка, будь то просто стекло и чехол. Обязательно используйте. Потому что если вы не будете использовать, то я больше чем уверен, у вас появятся царапины, коцки и так далее. У меня лично на аппаратах, на которых заявлено Gorilla Glass 5 поколения, всегда появлялись царапины. Поэтому я уже не верю никаким обещаниям маркетологов и презентациям, и обзорам, которые публикуются в сети. Я не верю просто потому, что я царапал спокойно 5 гориллу. Ну не то, что прям спокойно. Не так легко, как 3 горилла. Но все равно она царапается. Особенно если смартфон будет с ключами, с монетами в кармане. Итак, что мы имеем в итоге. Хорош ли этот аппарат? У меня первые впечатления чуть более приятные, чем от Mi 9T. Ну просто потому, что он чуть пошустрее. То есть, когда ты запускаешь какие-то вещи, опускаешь шторку. Конечно, оно также безлагово и на Mi 9T. Но здесь оно все чуть более шустро. Запускаешь приложения, даже вот они сейчас только-только стартуют. И понятное дело, что эти приложения будут запускаться чуть быстрее. И в чем плюс еще более нового процессора? Это то, что он будет справляться лучше с играми. То есть, если вы рассматриваете смартфон на перспективу, то этот процессор будет еще больше, еще большее время актуальным. К тому же, если вы рассматриваете его как игровое устройство, 100% рассматриваете исключительно Mi 9T Pro. Если вам игры не нужны, то я так думаю, что в ближайшие 3 года очень актуальным, очень актуальным будет Mi 9T. По весу одинаковые устройства. Это полностью идентичные аппараты. Но, как я уже говорил, со своими изюминками, которые присутствуют в версии Pro. Если вам интересно, ссылку на этот аппарат я оставлю. Можете посмотреть, какая сейчас на него актуальная цена. Потому что цены будут падать каждый день с молниеносной скоростью. А все-таки Mi 9T чуть более устаканился в цене. Поэтому сейчас на него более такая честная цена, скажем так. Mi 9T Pro еще будет падать. Поэтому вы можете немножко прогадать, если купите его прямо сейчас. Но если вам как бы вас цена устраивает, карман денежка жмет, то можно уже сейчас смело покупать. Первое впечатление, шикарный аппарат. Ни капельки не разочарован. Все, что необходимо в нем есть. И все это работает. Единственное, что сейчас я еще проверю, как работает сканер отпечатка. Для того, чтобы понимать вообще, есть в этом аппарате из коробки проблемы. Потому что в Mi 9T, в Mi 9 на первой версии прошивки были проблемы. Сканер, особенно из кармана, когда достаешь, он периодически подглючивал. Сканер считывает моментально, очень быстро, без каких-либо задумчивостей. Поэтому я так думаю, что проблем с ним не будет. Вот сейчас был небольшой фриз. Он что-то там задумался. Так, готово. И важный момент, это то, что такая особенность всех этих смартфонов с наэкранными сканерами, это то, что у них, в общем-то, не сильно широкая область, куда вы можете приложить этот палец для разблокировки. Поэтому стоит очень аккуратно подносить палец, не подносить его сюда и потом разочарованно думать, о, смотрите, он разблокировался. Смотрите, я его поднес даже ниже, чем нужно. Смотрите, он разблокировался. А теперь на саму область давайте поставим. Все отлично работает. Давайте попробуем 10 из 10. Все работает. Вы видите, что безошибочно. Ну, теперь сымитируем, что я положил его в карман. Попробуем немножко повертеть его, чтобы запутать гироскоп, чтобы он там что-то себе надумал, набрался каких-то ошибок. И попробуем разблокировать. Вот видно, что разблокируется он моментально, без каких-либо проблем. То есть из коробки сканер работает отлично на вот этой версии прошивки, которую вы все видели. Поэтому я могу только сказать, что этот аппарат я рекомендую. На данный момент это лучший смартфон Xiaomi, который можно купить за эти деньги. Просто потому, что он лишен тех недостатков, которые есть у Mi 9. Например, у него нету наушников, выхода на наушники. Здесь они есть полноценно, все работает. Любые наушники подключайте, пользуйтесь. Также у него всего лишь 3000 с копейками миллиампер часов батарейка. Здесь уже 4000. Но, к сожалению, нет беспроводной зарядки, потому что это повлияло бы на утолщение смартфона. Поэтому тут уж смотрите сами. Если для вас это критично важно, то смотрите в сторону Mi 9. Ну а так, аппарат, конечно, бомба. Я еще раз понимаю, что Xiaomi, когда ты платишь прилично денег, они тебе могут предложить очень крутое устройство. У, допустим, тех же Meizu с таким железом аппарат будет стоить дороже. У Lenovo плюс-минус также. Например, мне очень понравился Lenovo Z6 Pro, который сейчас они выпустили месяца два назад, по-моему. Очень крутой аппарат. По цене он как Mi 9, но, в общем-то, имеет свои какие-то определенные плюшки. К тому же, если говорить прям совсем о конкурентах, то очень крутым конкурентом являются Vivo, Oppo, да, вот эти бренды, которые делают реально крутые аппараты, но у них есть проблемы там с прошивками. К тому же я в них не сильно разбираюсь. Я не могу сказать, что вот этот аппарат Vivo я тестировал, и вот он классный, мне он понравился. Потому что я их не покупаю. Естественно, я ничего не могу сказать. Но конкуренты, в принципе, есть. Поэтому, если интересно, все ссылки будут в описании. Мое мнение, оно вот такое, какое вы его увидели и услышали. Это первое впечатление. Если есть какие-то вопросы, пишите они в комментариях. И, конечно же, будет отдельный обзор и сравнение этого аппарата с другими. С какими аппаратами сравнить, пишите в комментариях. Тоже будет интересно ваше мнение. Если в чем-то ошибся, тоже поправляйте в комментариях корректно. Хорошего всем настроения. И пока. Ну и небольшое дополнение к этому видео. Это то, что сейчас я посмотрел, доступно уже обновление 10.3.2.0. То есть, в принципе, здесь улучшили только патч безопасности. Настолько беспроблемное устройство, что они ничего вообще не внесли в это обновление. Представляете? Полгига и ничего не внесли. Только улучшили безопасность Android. Ну, которую дает Google, собственно говоря, для Xiaomi. Поэтому это еще раз говорит о том, что устройство допилено из коробки и работает прекрасно. Важный момент это то, что здесь у нас 4 иконки. Изначально у Xiaomi Mi 9T была такая же проблема. То есть, помещалось только 4 иконки. И в настройках изменить это нельзя было. Давайте посмотрим, как здесь обстоит ситуация. Здесь можно изменить на 5 иконок. То есть, чтобы больше было информации. У Mi 9T из коробки этого не было. И после только обновления у меня появилась эта опция. Субтитры сделал DimaTorzok